Идет подготовка к большому конкурсу по сольству Колумбии. Продолжение следует... Который мы очень любим. Ответственность за продвижение одного из наших продуктов. Это колумбийский какао и колумбийский шоколад. Так что наша сегодняшняя программа, она очень интересная. Я, как и вы, скорее всего, вы даже намного больше знаете, чем я. Но я очень буду учиться про шоколад. Понимать, как и что. Так что вам большое еще раз спасибо за то, что вы пришли. И организаторам большое спасибо за само мероприятие. Начнем со слов господина посла, сеньор Рафаэль Амадор. Который специально для нас будет на сегодняшнем открытии. Который специально для нас будет на сегодняшнем открытии. Который специально для нас будет на сегодняшнем открытии. Какао-попы. Пусть оно представляется немного иначе. Какао-попы растут не совсем привычным образом на деревьях. Какао, они бывают со ствола дерева, с веток деревьев. То есть не на кончиках веточек растут, а прямо со ствола дерева вырастают. И в этом тоже является как бы особенность произрастания. Если говорить о месте произрастания какао деревьев, то это узкая экваториальная зона. Буквально 20 градусов северной широты и 20 градусов южной широты. То есть это достаточно узкая экваториальная полоска, опоясывающая нашу землю. И в эту узкую зону, полоску попадает не так много суши. То есть южная часть, точнее северная часть Южной Америки. Куда, соответственно, попадает и страна Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Куба. Это часть Африки. Это остров Мадагаскар. Это часть Индии. И вот азиатская часть, это Филиппинские острова, Малайзия. Ну и в общем, опять же таки, если на карту взглянуть, вам сразу все станет ясно. Адеквата, 20 градусов наверх, 20 градусов вниз. Это та зона, где растет какао. Какао-бобы. Вот видите, с ветки срезает. Буквально прямо из ветки с ветки срезают какао-бобы плоды. Сейчас мы с вами видим, как прививают какао деревья, бетонник. Ну, в общем-то, какао-бобы уже давно культивируют. И они уже дико не растут давным-давно. В общем-то, как бы они имеют место быть, чтобы потом выращивают определенные сорта, потом рассаживают, и урожай собирают два раза в год. Первый – основной урожай, и второй урожай. Он, как правило, более скромный, в объемах более мелких. Значит, узкая квадриальная зона. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Поэтому здесь проходит соревнование вкуса И повторюсь еще раз, это будет торт, обливная конфета и корпусная Почему две конфеты? Вообще, кстати, классификации у конфет, как правило, две в Европе Это обливная и это корпусная конфета Все это связано со спецификой приготовления Корпусную конфету изначально готовят скорлупку, капсулу А потом в нее заправляют начинку Это принцип ее приготовления Обливная конфета сначала готовят начинку, нарезают ее И потом глазируют То есть буквально просто разность подходов Обправливают ту либо иную конфету Но вкусы можно использовать, например, вкус манго Как корпусной, так и обливной без проблем Здесь только идет отличие в самой специфике приготовления Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И вот, в результате, у нас тоже, в принципе, в основном Некоторые понимают Продолжение следует... 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 Продолжение следует...